У нас сегодня с вами необычное служение, как и все, да? Как и все служения, где у нас необычные, ну только в свою сторону необычности, да? В свою сторону особенности. И сегодня последнее служение в этом году. И сегодня мы исполняем тайское участие. И, как обычно, у людей принято, когда заканчивается какой-то промежуток премии, они делают какой-то определенный, да, подойдут какие-то итоги. И перед Новым годом всегда все что-то желают друг другу, чтобы исполнилось, да, в следующем году. Пожелания, ну, конечно, пожелания хорошие, да, всегда желают, плохого никто не желает. И поэтому, конечно же, в этом служении сегодня хотелось бы напомнить еще нам друг другу, о том, о том, что хочет Бог от нас, да, и как бы, какие качества хочет Бог видеть в нас. И что Он хочет, чтобы мы всегда помнили о чем. Во-первых, что дни наши, они кратковременные здесь на земле, аминь. Они кратковременные, дней наших 70, при большей крепости 80, как говорит Писание. И мы здесь странники и пришельцы. Это не основное место нашего пребывания, да, здесь нет, потому что основное наше место пребывания будет снег, там, на небесах, в вечности. И мы всегда об этом должны с вами помнить, что время течет, оно течет неумолимо, жизнь наша как парк. Чтобы мы задумывались над нашей жизнью, какие в нашей жизни приоритеты. Чтобы мы понимали, что все благословения, которые на самом деле истинные благословения, они делают человека счастливым, удовлетворенным, дают ему мир, покой, радость. Они могут быть только в Боге, из Бога. Только так, по-другому не можем. В мире в этом мы не найдем удовлетворения нашей сущности, нашей внутренности. Потому что мы так созданы Богом. Без Бога мы не можем, да, чего-то находим. Не находимся. Так вот, наша сущность, мы познаем из Писания. Ну, конечно, и мы желаем, да, определенные вещи, чтобы они происходили в нашей жизни. И есть одно качество, которое, мне кажется, Бог, ну, особенно, может быть, как-то выделяет и хочет видеть нас, это качество верность. Что нужно, чтобы всегда помнить, Бог хочет, чтобы мы были верными, да. И как пишет апостол Павел, Каринской церкви, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. От каких домостроителей? От домостроителей тайн Божий, да, ну, то есть, от тех, кто на самом деле считает себя Божьим, и он хочет строить Царствие Божие здесь на земле, к чему мы призваны, да, каждый верующий человек, служить Господу. Быть полезным, быть соработником Бога. Он требует, да, он хочет, чтобы мы были верными. Верными ему всегда. И знаете, также апостол Павел, он пишет в Ефесской и Колосской церкви, в первых главах этих посланий, быть святым и верным, святым и верным. То есть, вот как он их называет, называет верующих, святые и верные. Ну, мы все знаем с вами, что мы святы только благодаря Божьей святости. Конечно, мы признаны, чтобы мы вели святой образ жизни, слинились к этому. Но наша святость, она благодаря Божьей святости. И знаете, в Писании есть такие места, которые вроде бы на первый взгляд, они кажутся противоречивыми. Например, в послании апостола Иоанна, в первом послании, мы можем прочитать, что вот, например, в первой главе, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». То есть, мы должны понимать, что мы все грешники, да, то есть, поэтому нам нужен Христос, нам нужен Иисус. Даже приходя к Богу, мы все равно, написано, много согрешающих. Но в третьей главе уже написано, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, а всякий согрешающий, не видел его и не познал его». То есть, ну, как-то, вроде бы, так, как это и грешит, и не согрешает в нем, да, то есть, ну, как-то немного, может быть, показаться, почему ничего. Ну, исследуя Писание, мы понимаем, что мы, потому что грех уже взял Христос за нас, он понес, поэтому мы в нем уже прощены, мы искуплены в нем, да, у нас есть путь. Если мы что-то согрешили, да, если мы что-то сделали, Бог говорит, покрайся, да, покайся и иди дальше. Покайся и иди дальше. Поэтому, и тоже, как святым, святым и верным. И верность, она тоже, да, мы понимаем, в Писании написано, «Бог верен, а человек жив». Грохлет всяких, кто надеется на человека, да, то есть, на себя возлагает надежду, на плоть. Потому что, ну, мы сущность такая наша, человеческая, что она вот непостоянная, что мы можем вот где-то, да, то есть, и лукавить, и перед Богом, постоянно, и где-то согрешаем, неверно. Но что вносит понятие в слово «верность» сам Бог, да? Во-первых, то, что Он сам верен, да, и Он верен Бог и не даст нам искушения больше, чем даст силы, да, нам Его, это искушение преодолеть. Ну, и, конечно же, Он хочет какой от нас верности? Верности. Знаете, Писание говорит, «Семь раз упадет праведник, но встанет». Он сегодня говорит, «Если ты упал, вставай, не оставайся в том состоянии». Мы видим, в Писании были такие моменты, и не просто так, я думаю, они приведены, что происходило с апостолом Петром, когда он трижды отрекся от Христа, то что потом происходило в его жизни? Это апостол-апостол, можно так даже назвать. Верности его не было, что дело. Я думаю, это не просто так сказано нам, да, чтобы мы, даже будучи где-то от трех, пятьдесят Христа, что-то случилось в нашей жизни, мы могли встать. У нас был пример, мы могли встать и идти дальше за Господом. Аминь. Идти дальше за Господом. Но чтобы мы оставались верными, чтобы мы были постоянны в отношениях с Богом. Мы понимали, что другого пути уже у нас нет, только с Господом. Как-то один пастор, он свидетельствовал о себе, о своей жизни, и он сравнил свою жизнь с движением автомобиля по дороге. Он говорит, когда автомобиль ездит, он может переключаться скоростью, да, там, если там дорога ухабистая, на первой скорости, если дорога прямая, ровная, все хорошо асфальтированное, на четвертой скорости, на пятой даже, да, скорости. И жизнь такая, и у христиан, да, в нашу жизнь приходят разные испытания, различные ситуации. Различные скорби, где-то там дети, может быть, появляются, да, то есть где-то что-то, где-то что-то еще происходит. Но самое главное, не останавливаться. Не останавливаться. Идти за Богом. Где-то ты будешь ехать на пятой скорости. И вторая жизнь, как например, где-то я ехал на пятой скорости, где-то приходилось переключаться на первую. Но главное, не останавливаться. Главное, идти. Вот в этом и проявляется верность. Идти за Богом, несмотря ни на что. Где-то придется мелкими шажками, где-то бежать надо. А где-то так что-то произойдет в твоей жизни, но не останавливаться. Иисус говорит, кто не собирается, но тот расточает. Но в этом заключается наша верность. Идти за Богом, несмотря ни на что. На какие-то трудности, происходящие в нашей жизни. Исследовать за Христом. Конечно, все мы помним притчу, которую рассказал нам Господь о талантах, да, которые давал хозяин, дом управитель. Что он сказал тем, кто приумножил таланты? Хорошо, добрый и верный рак. В малом ты уверен, над большим тебе одно днем тебя поставлю. В малом ты уверен, над многим тебя поставлю. Но что произошло с тем, кто свой талант он закопал? Что он ему сказал? Лукавый и ленивый рак. Лукавый и ленивый. Здесь мы можем найти вот такое вот сравнение. Такое сравнение, где говорится, добрый и верный рак, и ленивый и лукавый рак. Потому что добрый, да, это что значит? Тот, который еще такой, вот он добро накопил, да, то есть, вот добро много. То есть, трудолюбивый, добрый, это трудолюбивый. И противовес ему ленивый. А верный противовес ему лукавый. Лукавый. Знаете, сегодня некоторые христиане не пытаются балансировать на острие между этим миром и между Богом. И там что-то урвать, да? И здесь вроде бы не остаться вот как-то и с Богом вроде бы. Вроде бы и с Богом. Но и там надо что-то сделать в миру. Вы знаете, вот это та ситуация, о которой он здесь и говорится. Мы не должны быть такими. Мы должны приумножать те дары, таланты, которые Бог дает каждому из нас. Он говорит в Писании, что каждому из нас есть данный дар и талант. Мы домостроители тайн Божьих. Для созидания здесь земной церкви, Божьего царства. Мы должны, конечно, таланты приумножать. Быть верными Господу, идти за ним. Не останавливаться. Конечно, вот это бы хотелось, чтобы мы всегда помнили с вами. Той верность. Если что-то случается в нашей жизни, как помните, даже епископ, когда он приезжал, он говорит, вставай, упал, вставай, иди дальше. Упал, иди дальше, вставай. Не оставайся в этом состоянии. Проси у Господа, чтобы поднял, чтобы укрепил. Потому что дни наши на земле, они пролетают незаметно. И придет наконец-то когда-то тот финал твоей жизни, когда ты окажешься пред Христом на небесах. И что ты хочешь от Него услышать? Или добрый и верный рак, или ленивый и лунгавый. Конечно, я думаю, мы все хотим услышать добрый и верный, и получить ту награду, которая для нас будет там приготовлена, и возрадоваться вместе с ним. Поэтому давайте мы задумаемся над этим, и сейчас помолимся, и освоим нашу жизнь.